Добрый день, мои дорогие клиенты, а также подписчики, которые посмотрят этот выпуск на канале уже, соответственно, после того, как турнир закончится. Я уже анонсировал недавно, что перед каждым ивентом я буду такой экспресс-обзор записывать, который буду рассылать своим непосредственно клиентам. Как бы вдобавок к конкретным ставкам с указанием процента от банка и прочего, я, соответственно, раньше, еще раз напоминаю, давал лайф-рекомендации по ходу турнира. Сейчас у меня физически такой возможности нет, поэтому я предоставляю вот такой экспресс-обзор, чтобы далее вы, соответственно, могли его использовать как рекомендация для лайва, возможно, что-то подчеркнуть для приматч-ставок. Ну и, естественно, все это буду забивать на бетоне, как платные прогнозы, чтобы их нельзя было посмотреть кому угодно, но после турнира, чтобы можно было какую-то статистику все равно хотя бы поверхностную иметь. Ну и, соответственно, тянуть не будем, и понеслась. Сразу буду объяснять и забивать ставку на бетон. В общем-то, Дана Бадгирел против Гуиде Конетти. Конетти любитель подзалежать, есть некоторая у него пробитость, соответственно, он также может отдаваться на какие-то болевые удушающие приемы, любит подзалежать и так далее и тому подобное. Рекорд достаточно скромный, 8-4. Боец явно такой прям, можно даже сказать, ниже среднего. С другой стороны, первый монгольский боец UFC, Дана Бадгирел. Боец тоже такой стримноватый, рекорд типа 7-2. Бился с крайней дерьмовой оппозицией против чуть более-менее серьезных оппонентов. Бои, как правило, доходят до решения. Бои с китайчиком, как сейчас помню, ставил на ТБ. ТБшка залетела. Здесь этот вариант, еще раз с учетом пробитости Конетти, более рискованный. Но, тем не менее, если здесь выбирать какой-то объект доставки, то P1, P2 я как бы не хочу. Исходя из того, забирать ли ТБ или ТМ, все-таки склоняюсь в сторону ТБшки. ТБ 2,5 за 1,78, то есть по линии Пинакла это 12,5 минут, то есть бой должен зайти во 2,5-3. Соответственно, если вы ставите других каких-то БК, в том числе в СНГшных, где-то можете найти даже более выгодный коэффициент. Более выгодный, например, вариант поставки. То есть здесь, например, ТБ 2,5 за 1,78, а где-нибудь какой-нибудь другой БК просто 2 раунда будет, например, за 1,65. Что, в принципе, по коэффу чуть меньше, но риска тоже меньше. То есть вы выбираете уже в итоге сами. Так что здесь я останавливаюсь на ТБшке. Мы пляшем дальше. По поводу Гиги Чикадзе и Джамала Эмерса. Тут, в общем-то, следующая ситуация. Гиги Чикадзе мне не нравится как боец в принципе. Он неплох был в кикбоксинге. У него достаточно хорошая стойка, но у него, соответственно, слабый партер и при этом еще и слабая кардио. Когда он начинает подводить кардио, соответственно, оппоненты могут с ним более или менее скилловые в этот момент делать все, что им по кайфу. Джамал Эмерс, боец достаточно интересный. Выступал, скажем так, около топовых промоушенах. Выступал, в принципе, успешно. Как отмечали даже подписчики, которые там лазят по шердогам и топоводжи. Побеждал, например, того же самого Санхагена в 2017 году на турнире LFA5. Сталкивался, например, с Тиаго Мойзесом, которому проиграл. Ну и, в общем-то, Джулиан Эйроси проиграл на Contender Series в 2018 году, что не позволило ему попасть в UFC. UFC в итоге попал, хоть и на коротком уведомлении. И плюс, здесь это не, скажем так, выгода для Чикадзе, потому что Чикадзе тоже на коротком уведомлении, причем даже в более позднем. Вешалки посмотрел, Эмерс по форме мне нравится. Чикадзе, в принципе, как обычно. Так что здесь, если выбирать победителя в этой паре, то это все-таки Джамал Эмерс. По поводу ТБТМ мутно, лезть не буду. Но, в общем-то, вот за Джамал Эмерс, даже за такой коэффициент в лаве я бы, например, какую-то копейку бы кинул. Вот как-то так. Так, по поводу Уитмайер и Поляны Вианы. Поляна Виана, бойцушка, на самом деле, не то чтобы перспективна, но она могла бы лучше раскрыться в UFC, если бы, я не знаю, как-то лучше подходила к подготовке, пыталась реализовать какие-то свои сильные стороны. Ну, в общем, с ней творится какая-то хуйня, потому что в том же самом поединке с Ханой Цифер, где она проиграла с плитом, она, по-моему, не сделала даже ни одной попытки тейкдауна, хотя она, в принципе, да, ее сильная сторона, это джиу-джитсу. Джиу-джитсу, то есть она, в принципе, непонятно, что делать в октагонах. И если в поединке с Элдрич и Циферс это, как бы, обернулась победами, поражением, вернее, решением, то Вероника Матеда, которая сама сильно в партере, смогла поймать ее на армбар. Эмили Уитмайер за бойцушку я даже, в принципе, не считаю. Какими-то скиллами в партере она что-то там как-то обладает, но всем более или менее стоящим оппоненткам она, соответственно, проигрывала, причем проигрывала досрочно. Так что здесь, как бы, следующий момент. Она стоящим проигрывает досрочно, во всяких лохушек типа Албу выигрывает досрочно. Так что тут все зависит от поляны Вианы. Если она выйдет собранной, готовой, пытаться реализовать свои сильные стороны, то она, скорее всего, будет Майер побеждать досрочно. Если она опять будет выходить, блядь, и звезды нахуй на небе рассматривать, то ей тоже может настать пизда, причем достаточно быстро. Так что на ТМ 2,5, как бы, 2,5 коэффициента вполне себе можно, как говорится, забирать. Вот именно, как бы, при матчем я, как бы, сэканул, вот, забирать эту ставку. Но вот в лайве, там, процентик 2 я обязательно кину, соответственно, как бы, вообще. Это даже не обсуждается. Джерард Мильшер, Дэрон Вин. Ну, тут, в общем-то, все понятно. В платку пошла ТБ-шка, поэтому, в принципе, там, каким-то образом дублировать, сейчас пересказывать это все я не вижу смысла. Вот, поэтому, тут, в принципе, все понятно. Все поединки Дэрон Вин доходят до решения. Вполне понятно, почему Джерард Мильшер, ты не думаешь, что сможет его финишировать. Опять же, его самая сильная сторона, это Партер. Уин по базе борец, если он захочет, чтобы он был на ногах, бой будет на ногах. При этом он достаточно крепкий, да, по кардио проседает, но не пробит, и поэтому вряд ли Мильшер, что вырубит. Как-то так. Радольф Виера, Сапорбек Сафаров. Здесь следующий момент. Я, например, как бы в поединке Радольфа Виера против пехоты притапливал ЗТБ, исходя из того, что с какими-то скиллами в Партере пехота обладает, и это реально ему позволило дожить чуть ли там не до третьего раунда. Собнулся он только в конце второго. Сапорбек Сафаров, с одной стороны, как бы мы вспомним, если против такого явного грэпплера поединок, допустим, против, сейчас, где он, господи, Тайсон Педро отдался на САП в первом раунде. Но здесь момент следующий. Эти поединки были в полутяжелом весе. Сейчас он, соответственно, спускается в средневесовую категорию. Здесь немножко другое будет, да, соотношение по габаритам, по физической силе, по массе. Плюс он, на самом деле, мне кажется, все-таки демонстрирует некоторый прогресс в своих скиллах. Поэтому я думаю, что здесь все-таки есть шанс того, что поединок затянется. Может быть, Сапорбек Сафаров сабнится, но, скорее всего, в трое половине боя. Поэтому вот я здесь бы все-таки заиграл за одно ТБшку, и коэффициент, в общем-то, достаточно интересный и привлекательный. Но на ТВМ-ку прям совсем ставить не хочется, что-то на дерьмо воняет. По поводу Марка Мэдсона и Остина Хаббарда. Ну, безусловно, Марк Мэдсона в этом поединке фаворит. Фаворит абсолютно по делу. В общем-то, тут даже и сказать нечего. Ну, Хаббард мне, в принципе, как боец не нравится. Видел я его бои, соответственно, и в UFC, и за пределами UFC. Ни по кардио, ни по борьбе, ни по стойке он мне вообще ничем не впечатляет. Поэтому для Марка Мэдсона, я считаю, это должна быть изи катка. Должен проходить. С другой стороны, за 1.44 он абсолютно неинтересен. На вот эту ТБ-шку железную, как бы, за 1.43 кидать тоже смысла не вижу. Поэтому я в этом поединке, именно в лайве, опять же, процентушку бы кинул на ТМ-ку. Потому что, ну, есть вопросы к Костину Хаббарду и по партеру, и по держаку. Да, он в своей карьере досрочно проигрывал лишь в 2016 году. Именно реверный китчоком. После этого, соответственно, у него были два поражения решениями. Но, опять же, тот же самый Дэйви Рамос далеко не такой уж сильный пиздец джитсер. И в этом плане, как бы, здесь момент следующий. Если ты умеешь защищаться от Саббов более-менее эффективно, в ММА, как бы, да, тем более в перчатках, зачастую некоторых кремов сложно провести. А вот с добиваниями у Дэйви Рамоса явные проблемы. Плюс по кардио он где-то начинает просаживаться и не так уже опасен, соответственно, во второй половине боя. В этом плане, я думаю, что у Мэдсона именно победить КОТКО шансов больше, чем Саббов и того же самого Хаббарда. Так что будем посмотреть, как говорится. Хосекинонис, Шона Майли. Здесь все понятно. Здесь ТБ. Опять же, я эту ставку уже в платку давал, так что тут можно вопрос не задавать. Макс Гриффин, Алекс Оливейро. Тут ТБТМ не берусь. Оба-оба бойца сейчас находятся на достаточно странном этапе своей карьеры. Но есть вопросы у Макса Гриффина по его держаку. Как бы, опять же, Алекс Оливейро для меня более разносторонний боец. Ну и по габаритам, соответственно, вы могли сами на фейс-офис сравнить. Как бы, Алекс Оливейро достаточно неплохо смотрится в плане роста Ричо. Так что я притоплю за него. Хотя это очень рисковая ставка. Опять же, при матче под серьезный процент от банка ее забирать, как говорится, неохоту. Ну вот и Нила Магнили Джинглиана. Опять же, думал здесь над ТМкой и над ТБшкой. В тотал лезть не хочется, потому что, как бы, с одной стороны, есть и понятны слабые места Нила Магни. С другой стороны, Лид Джинглиан. Мы можем вспомнить его поединки, например, там, да, против того же самого Залески. Из Аваты, которых он финишировал там под конец боя. С Дайчи Аби он, в принципе, не обострял там, где мог. То есть, он просто его не добивал. Не по непонятным вообще, почему, какой причине. То есть, боец какой-то очень странный. Я его не могу прочесть, в плане, что от него ожидать. Поэтому, ну его нахуй. Но с учетом вообще всех плюсов, минусов и прочего, конечно, он выглядит там поединке фаворитом. Если уж выбирать обе для ставки, то все-таки, все-таки это Китайчик. Все-таки это Китайчик. Шона Майли, так и Нонис, Алекс Аливера, Нил Магни, Лид Джинглиан. Бенил Дарюш, Дракар Клоза. Ну, я все, в принципе, против Бенила Дарюша. С учетом его пробитости, с учетом его просадок по кардио и всякого разного дерьма. Считаю Дракара Клоз достаточно таким хитровыебанным типочком. И надо обладать уже очень хорошими скилами стойки, чтобы его, соответственно, здесь как-то перебивать и прочее. В общем, у него ключей для победы элементарно больше. Минусов у Дарюша тоже, хотя я не исключаю, что там, опять же, может последовать какой-то перевод САП. Хотя Дракар Клоза тренировался, тренируется, в принципе, с адекватными ребятами, которые в этом плане, как бы, давно ему все поставили. То есть, защита от тейкдаунов присутствует, как бы, в партере, в принципе, тоже что-то умеет, поэтому будем посмотреть. Как бы, опять же, нокаут может случиться в любом моменте, у Дарюша подбородок, как бы, ни стальной, ни железной. По поводу Уэйли, Джанк, Юана и Джетчик. Ну, тут, соответственно, тоже ТБ. Я уже проставлял, как бы, именно в платку. Но здесь все, здесь, опять же, здесь все объясню просто. Объясню ход своих мыслей, что на этот бой имеет смысл забрать, кроме МИТБшки. Как бы, Уэйли Джанк, вообще, на самом деле, она достаточно стрёмной перформансы против ноунейм бойцушек показывала до UFC. Вот, у нее реально там были моменты, где ее потрясали и прочее. Но, с учетом того, насколько дерьмова была позиция, она смогла набить достаточно уверенный, хороший рекорд. И далее в UFC она просто получала максимально удобную позицию. Даниэля Тейлор, которая была чуть ли не... Да, она была, по-моему, самая мелкая бойцушка, в принципе, в этом дивизионе. И в 52 ей ловить нехуй. Вот. С Джессикой Агилар, как бы, она дралась. В общем, то, что Агилар уже, в принципе, там, двумя ногами на пенсии была, там, абсолютно безударная, беспартерная. Тиша Торрес, но, опять же, это тоже одна из самых мелких бойцушек дивизиона, которой в 48 надо выступать. И в 52 ее любая, вообще, бойцушка за счет габаритов давит. Она ничего сделать не может. Раньше еще как-то могла, там, за счет скорости, за счет общего низкого уровня, в принципе, оппозиции вывозить. Но сейчас уже нет. Но Джессика Андраде, ну, это боец, вообще, в принципе, который может зажечь при условии, что очень удобно против нее оппонент какая-нибудь выскочит. То есть, она, в принципе, потерпела огромнейший день класс против Иоанны и Джейчи, как вы помните. Срос на Майюнесу ее, в принципе, пиздили в одну калитку, перебивали до тех пор, пока она все-таки не смогла сломануть. Как бы, она тоже, скажем так, получала достаточно удобную оппозицию. И у нее получалось, если реализовать свой именно партер, гаунд и паунд, то есть, как-то там пончнуть, у нее это получалось. Если поединок затягивался и по сопернице вывозил ее по кардио, то там начиналось все хуево. Даже Клаудио Гаделью, в принципе, в первом раунде перебила, хотя это и стоило того, что она умерла уже во втором, а не в третьем, как обычно. Так что, ее победа, соответственно, Вейли Джанкна от Андрадо, это такая себе, скажем так, заслуга. И она еще, в принципе, нормального оппонента не прочувствовала в своей карьере. Вот в чем я веду. А Иоанна и Джейчик веса была нормальным. То есть, она по факту, но из такого, грубо говоря, зашквара, можно отметить лишь, конечно, досрочное поражение трос на Майюнос. Но в тром поединке она уже смотрелась неплохо, смогла спокойно довести бой до дистанции. И, по мнению многих экспертов, она мне там победила. Сиши Торрес, все понятно, это говно матч. С Мишелью Вутерсон тоже все понятно. И Валентине Шевченке проиграть 57 это не зашквар. В общем, общая тенденция последних ее выступлений, это доведение боя до решения за счет своего нормального кардио, за счет габарита, за счет стойки, за счет таймингов. Я думаю, что бой она сможет затянуть. Собственно, Вейли Джанка не сможет накрутировать на ранних раундах, а далее просто не сможет, как бы, да, уже выкладываться. И именно, да, выводить бой на те темпы и на те удары, которые ей нужны на ту дистанцию. То есть здесь за полячкой будет дистанция и тайминги, и футворк, и я думаю, она сможет этим воспользоваться. Поэтому я не уверен, что дадут победу в итоге полячки, с учетом судейства и прочего. Плюс она там может где-нибудь все равно подупасть, какой-нибудь нокдаун ебучий. Так что победить ли она решением, не факт. Но то, что бой, скорее всего, идет до решения, я, ну, как бы, полагаю, предполагаю это. И при всем при этом, я все-таки, если выбирать здесь по один, по два, склоняюсь все-таки в сторону Юана Еджейчика. Потому что, ну, просто, как бы, ну, китаянка и дистанцию-то не чухала. Еще раз повторяю, у нее против даже мешка оппозиции иногда возникали очень серьезные проблемы. Поэтому я притоплю за Еджейчика. Ну, плюс, конечно же, там лагерь скомканный, когда она с Китая, там потом куда-то там в Судовскую Аравию, потом в США, туда-сюда и так далее и тому подобное. Но это, в общем, тоже нихуя не плюс. Поэтому, еще раз говорю, она может выкладывать там супер сколько угодно, там, видео хардкорных тренировок, сколько угодно может пиздить Дана Уайт. Но лично я на Еджейчик подписан и в Твиттере, и в Инстаграме, и помимо ее вот этих фоток на пляже и прочем, я видел дохуя фото и видео. И в том числе с ее, с ее, с ее командниц на аккаунтах, где она тренировалась, все заебись, тренировочный лагерь, все охуенно, все как обычно. Так что Еджейчик, как говорится, имеет смысл запулить. Ну и, в общем-то, на главный бой вечера я уже давал, соответственно, бесплатный прогноз. Это победа Израиля досанет досрочно. Отдельно там куда-то еще вкидываться в ТМТБ я не вижу смысла, поэтому юзайте, как вам, соответственно, по кайфу. На этом все. Если у вас какие-то вопросы, соответственно, останутся, то можете задавать их в личку, писать мне там мне в ВКонтакте, в Телеграме, в Инстаграме, везде, где по кайфу. На этом я с вами прощаюсь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok